То ли в виде утечки, то ли в виде предварительной информации появилось сообщение о некоем плане создать 20 агломераций. Логика создания этой агломерации не единая. Тут сразу несколько логик. Согласно одной логической линии 20 агломераций заменят 83 субъекта и создадут более управляемую ситуацию. Вторая логика заключается в том, что основная масса населения и так сконцентрирована в крупных городах, агломерациях. То есть это приведение юридического, в широком смысле слова, состояния с фактическим. И тенденция понятна. Во всем мире происходит по разным причинам примерно то же самое. Ну, например, если взять афроазиатские и латиноамериканские страны, то там народ из разоряющейся сельской местности скапливается в крупных городах, которые превращаются в огромные трущобные зоны, бидонвили. И это тоже агломерация. То есть здесь мы имеем некую, так сказать, общую тенденцию. Кроме того, здесь есть еще одна линия. Дело в том, что глобализация это не включение всех. Это включение одних и исключение других. И глобальный мир это не вся планета, не 100% территории. Это примерно 150-200 точек агломераций, которые связаны между собой в основном по воздуху и по морю. А вот то, что между этими агломерациями, это, в общем-то, не попадает в современный глобальный мир. И самое интересное, что из этих агломераций эти промежуточные зоны, которые составляют большую часть территории планеты, вообще не контролируются. То есть они контролируются племенами, кланами, как в Сомали. Они контролируются криминальными сообществами, как в Латинской Америке или в Золотом Треугольнике. Но они не контролируются государством. Теперь давайте посмотрим с точки зрения этих мировых тенденций на предложение о создании агломераций. Какие плюсы и минусы несет этот план. Вроде бы, с одной стороны, неплохо, что люди соберутся в компактные поселения, потому что действительно деревня не охвачена у нас школами, медицинским обслуживанием. Правда, нужно помнить, что это неохваченность результат тех художеств, которые имеют место последние 25 лет. Но факт есть факт. Решат ли агломерации проблемы любой крупной страны, например, как Россия? Какие-то проблемы решат. Но, на мой взгляд, они породят еще больше проблем. Потому что возникает вопрос, а что будет с тем населением, которое окажется все-таки вне агломерации, потому что насильно всех не переселишь. И, кроме того, я не уверен, что в русских условиях с нашим специфическим порядком и специфическим исполнением все будет готово для жизни этих людей. Я вспоминаю в связи с этим классическую матричную историю середины 16 века, когда Иван Грозный решил создать еще доопричнины корпус лучших слуг. Примерно тысячу лучших воинов поселить около Москвы, чтобы они по одному свистку могли прискакать в Москву. Собрали тысячу с лишним лучших людей, сказали им, что они будут жить в радиусе 70 верст от Москвы. Начали расписывать, где будет жить. А потом выяснилось, что вокруг Москвы в радиусе 70 верст нет ни одного свободного клочка земли. И идея эта провалилась. Я очень опасаюсь, что создание агломерации у нас пойдет в нашей классической русской манере, когда гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Окажется, что людям негде жить, ну и так далее, и так далее. Кроме того, далеко не все города готовы принять сейчас огромную массу населения. А это означает рост социального напряжения. И получится так, что созданием агломерации власти сами притащат социальный динамит. А уж кто бросит спичку, это зависит от обстоятельств. Иными словами, создание агломерации может решить некоторые экономические задачи. Но оно, безусловно, породит целый ряд социальных и политических проблем. Правда, здесь может оказаться и отдушина. Дело в том, что далеко не все люди захотят жить в агломерациях. Не захотят жить те, кто устал от бюрократического произвола. И кому физические, интеллектуальные силы и социальный потенциал позволяют жить, рассчитывая на самих себя. И таких людей найдется довольно немало. Что сделают такие люди? Они будут уходить в неконтролируемое пространство или в слабо контролируемое пространство между агломерациями. Они будут создавать некие квази-общины, некие домены, которые будут жить сами по себе, по своим законам. Они, безусловно, вступят в конфликт с преступными сообществами и либо уничтожат их, либо будут уничтожены ими, либо создадут симбиоз. Но в среднесрочной перспективе создание агломераций может породить очень интересный социальный тип. Та часть населения, которая не захочет жить внутри государства, она будет жить в порох между агломерациями. Это может быть относительно мирное сосуществование. Но, в принципе, люди могут, например, уйти. Представьте себе огромную зону Сибири. Вот агломерация Красноярск, агломерация Томск, Новосибирск, Владивосток. Но между ними-то зоны, в которых люди будут жить сами по себе. Причем у нас есть уже авторы, которые об этом писали. Об этом писал, по-своему, Бушков. Об этом писал Олег Маркеев. В романе «Неучтенный фактор» о том, как после техногенной катастрофы в России выживают общины. И это может создать серьезные проблемы для власти. Но здесь мы уже заходим в сферу политфантастики. А чтобы завершить тему, я приведу такую известную англосаксонскую поговорку. «Every acquisition is a loss, and every loss is an acquisition». Каждая потеря есть приобретение, и каждое приобретение есть потеря. Но думаю, что создание агломераций, которая будет означать, в общем-то, экономию, но экономию на чужом здоровье, на чужих жизнях. И, по сути дела, что такое, если говорить абсолютно откровенно, что такое агломерация, это отсечение от общественного пирога значительной части населения. Потому что далеко не для всех найдутся в агломерациях такие места, которые будут адекватны тому, что они не имели. И людям будет предложен выбор, либо жить в агломерации с плохим образованием, с плохими школами, с плохим медицинским образованием, или, так сказать, «позвольте вам выйти вон». И слабые, хилые, убогие, сирые, безусловно, останутся в агломерации. Но те, кто уйдет, так знать, может из них и возникнет новый жизнеспособный русский этнос.